Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, что будет, как говорится, в теме. Анре Викторен Домье. Французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатурой 19 века. Родился в Марселе в семье стекольщика. С детства увлекался рисованием, освоил мастерство литографа. Достаточно сложная работа литографа. Заработал сначала на жизнь созданием литографии иллюстрации для музыкальных и рекламных изданий. В 1832 году сделал карикатуру на короля, называлась она Гаргентюа. Был на полгода заключен в тюрьму. С 1848 по 1871 год создал не менее четырех тысяч литографий и столько же иллюстрации карандашом. Я цитирую то, что записано в Википедии. Вы смотрите те картины, которые я нашел тоже в интернете. Составил себе в 1840-х годах громкую известность карикатурами на политические обстоятельства, общественную и частную жизнь выдающейся людей Франции. В эпоху Луи Филиппа начал работать в статистском журнале Шарля Филиппона. Он назывался карикатурой. Рисунок Дамье сух, грубоват, с едкой насмешкой. Впоследствии сатирические рисунки начали появляться в журнале Шаривари. Это были сцены из похождения Роберта Макера с подписями Филиппона. Филиппон это французский рисовальщик, литограф и журналист, прославленный карикатурист, основатель издательского дома Ауберт. Роберт Макер это персонаж одноименной популярной французской пьесы 1830-х годов. Эфилист, который берется за любую профессию. В 1871 году Дамье записался в члены Парижской коммуны, продолжал писать картины. Кстати, он продолжал писать картины до самой смерти, даже когда совсем ослеп. Его гротесные, утрированные, грубо исполненные образы вызывали восхищение Моне и Дега. И вообще существует мнение, что Дамье был первым прессионистом. Вот посмотрите на его картины. Что-то вот такое есть. После 1848 года Хонаре переходит от любимого жанра карикатуры в более спокойном, наполненном состраданием, любовью и уважением к простому народу живописным полотнам. Живопись Дамье посвящена трудящимся. Он изображает их в обычной повседневной обстановке на улице города во время кратковременного отдыха на набережных мастерских. Наблюдают и сочувствуют их тяжелой судьбе. Бодлер – французский поэт, критик, эссеист и переводчик. Основоположник эстетики декаданса и символизма. Выделял Дамье, которого уже в 1845 году поставил в один ряд с Энгром и Дилакруа. Он говорил, что Дамье поднялся до больших высот, сделал карикатуру жанром серьезного искусства. Он великий карикатурист. Чтобы должным образом оценить Дамье, нужно рассматривать его и с точки зрения мастерства, и с точки зрения содержания. Дамье художник отличает, прежде всего, уверенностью. Его рисунок – это рисунок крупного мастера. Он щедр и свободен. Это своего рода непрорывная импровизация, но при этом в нем нет ничего от механических навыков художника, успевшего набить себе руку. Это слова Бодлера. Вот несколько интересных фактов о жизни Дамье. Из-за большого наплыва посетителя он повесил в себя на двери табличку. «Тот, кто приходит ко мне, делает мне большую честь. Тот, кто не приходит, приносит величайшее восслаждение». Вот такие дела. Превратник мастерской Дамье. Анатоль уважал Дамье. И поэтому работал у него бесплатно, пел ему оперной аре. Однажды Дамье услышал, как Анатоль поет песни. И предложил ему побывать в опере вместо него, выдав себя за Дамье. Ну, вот примерно все, наверное, что я хотел рассказать. Что я нашел в Википедии так кратенько. Нужно сказать, что несмотря на поддержку своих друзей, и в частности Жана Батиста Карро, французского художника-гравера, одного из самых выдающихся и плодовитых пейзажистов эпохи романтизма, кстати, он оказал влияние на импрессионистов, Дамье умер в бедности, практически ослепнут в конце жизни. Вот такая жизнь Аннарина Викториана Дамье, известного французского художника-графика, крупнейшего мастера, политической карикатуры 19 века. Ну, посмотрите, вот работа, которую я нашел. Все, всем пока, всем привет, узнали что-то новое. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!